Абсолютно звездный состав участников. Это Сергей Александрович Караганов, декан факультета мировой экономики, мировой политики и почетный председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Один из известнейших в России внешнеполитических и не только внешнеполитических мыслителей, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Это известный дипломат, бывший глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Александр Михайлович Крамаренко. Добрый день. Это Андрей Баклицкий, советник ПИР-центра, сотрудник дипломатической академии МИД России, один из наиболее ярких представителей российского экспертного сообщества в том, что касается вопросов военной безопасности, нераспространения стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Это Василий Кашин. Я не вижу, есть ли с нами Василий, но в любом случае он должен присоединиться. Один из известнейших в России специалистов, да, вот как раз Василий к нам подключается, специалистов по военно-политической проблематике и по Китаю, по военной политике Китая. Вторая причина, почему для меня большая честь вести эту сессию, это чрезвычайная актуальность. Данной темы, темы стратегической стабильности, которая вообще не схлынула, да и, наверное, не могла схлынуть даже в коронавирусную эпоху. И мы видим, что тема данная продолжает занимать значимое место, одно из важнейших мест в информационной повестке дня. В прошлом году прекратил свое существование договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня нас постоянно бомбардируют новостями о том, что Соединенные Штаты не хотят продлевать договоры с НВ-3. И в феврале следующего года он может прекратить свое существование. И угрожают выйти из договора по открытому небу, в результате чего возникает угроза полного разрушения остатков системы контроля над вооружениями. И исчезновение последней опоры, я бы сказал, треножника, да, традиционного трипода или треножника системы контроля над вооружениями, которое включало в себя договоры по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, договор по ПРО, которого с нами нет уже практически 20 лет, и договор по РСМД. Но главная проблема значимости данной темы абсолютно не в этом. А главная проблема в том, что отношения между ядерными державами снова приобрели конфронтационный характер. Качество политических элит во многих странах оставляет желать лучшего. И мы это воочию наблюдаем на примере коронавирусной истории. А способов нанесения друг другу стратегического ущерба в условиях продолжающегося и неостановимого технологического прогресса все больше и больше. Вы, наверное, обратили внимание, что наша тема называется очень провокационно, да, и мы специально назвали ее провокационно, как бы контроль над вооружениями versus стратегическая стабильность. Как бы противопоставляя понятие стратегической стабильности и контроля над вооружениями, мы сделали это не случайно. Потому что мы считаем, что когда мы сокрушаемся над распадом системы соглашений, мы вообще совершаем большую ошибку. Мы фокусируемся не на том, на чем надо. Потому что эти соглашения не более чем инструменты, а инструменты, которые были призваны уменьшить угрозу ядерной войны и гонки вооружений в принципиально иную эпоху. В эпоху, когда существовала биполярность, когда ядерное оружие было единственным способом нанесения стратегического военного ущерба, а главная угроза заключалась в угрозе неожиданного полномасштабного ядерного нападения одной сверхдержавы на другую сверхдержаву. То есть первый ядерный удар. Сегодня ситуация принципиально иная. Биполярности нет, в том числе в области ядерного оружия. И мне кажется, здесь надо исходить из качественных пониманий, а не из количественных пониманий. Способов нанесения стратегического ущерба друг по другу огромное количество, включая неядерные средства, киберсредства. Стирается грань между ядерными и неядерными вооружениями, между стратегическими и нестратегическими ядерными вооружениями. Например, когда Соединенные Штаты устанавливают нестратегические ядерные боеголовки, боеголовки малой мощности на стратегические ракеты, на стратегические ракеты подводных лодок. Сегодня угроза войны снова велика, в том числе угроза ядерной войны снова велика, но природа этой угрозы совершенно иная, принципиально иная. Она уже не заключается в возможности полномасштабного неожиданного ядерного нападения одной сверхдержавы на другую сверхдержаву, а она заключается в опасности неядерного столкновения, непреднамеренного конфликта в неядерной сфере и его дальнейшей эскалации на ядерный уровень. А вот та система соглашений, о которой мы сегодня горюем и по распаду, который мы сегодня сокрушаемся, она таким образом призвана защитить нас от несуществующей угрозы и вообще не защищает нас от существующей угрозы, от реальной угрозы ядерной войны в Новый год. Поэтому нам кажется, мне кажется, как председателю этой сессии, что нам необходимо думать об уменьшении угрозы ядерной войны в новую эпоху, а не о той системе соглашений, которая существовала для отношений, связанных с противопоставлением системы стратегической стабильности и контроль над вооружением. Соответственно, надо думать, и мы сегодня будем обсуждать, в чем заключается понимание, в чем должно заключаться понимание стратегической стабильности в новую эпоху, как его защитить, как защитить стратегическую стабильность в новую эпоху, в чем заключаются основные угрозы. Я призвал бы сегодняшних выступающих прокомментировать то, что я сказал с самого начала. Согласны ли вы с моим предложением о природе новой угрозы ядерной войны на сегодняшний день или нет? И в чем, на ваш взгляд, эта угроза заключается? И вообще, надо понимать, что даже если договор СНВ-3 будет продлен в этом году или в начале следующего года, он в любом случае станет последним договором СНВ. Он называется «The New Start», но на самом деле он «The Last Start», потому что больших стартов не будет. И надо в любом случае думать о том, как укреплять стратегическую стабильность после эпохи больших договоров в новых геополитических, военно-технических и международно-политических условиях. Обо всем этом мы сегодня подробно поговорим. Еще раз говорю, что для меня большая честь, что с нами такие яркие эксперты. И я с большим удовольствием передаю слово Сергею Александровичу Караганову для первого выступления. Сергей Александрович, прошу вас. Дмитрий Вячеславович, вы сделали уже яркое введение, поэтому я остановлюсь на некоторых элементах той картинки, которую вы обрисовали. Во-первых, я всех вас приветствую, очень рад вас видеть. Во-вторых, конечно, Дмитрий Вячеславович в своем вступительном слове наметил очень многие проблемы, но свойственной ему манере увеличить умноженное в двух. Поэтому, если мы его разделим, получится, в общем, довольно хорошая уже изначальная картина, которую стоит обсуждать. Это первое. Второе. Все-таки не удержусь и выскажу свое мнение по поводу нынешней ситуации. Эпидемия коронавируса, совершенно очевидна, кроме ее относительно высокой опасности для людей, используется лидерами очень многих стран для того, чтобы спустить часть пузырей, за удержавство власти, потому что очень многие элиты провалились по многим направлениям. Ну, напомню, там вам климат, сокращение окружающей, сокращение среднего класса, абсолютная бедность в крупнейших странах. Да, кстати говоря, не климат, а заведение окружающей среды, поскольку климат является прикрытием для гораздо более сложной и глубокой проблемы. И сейчас мы видим, что вот эта вся дискуссия и весь хайп вокруг коронавируса, при том, что проблема существенна, является некой заменой веи, которой мы катились, совершенно очевидно, и вот в краткосрочной перспективе я не исключаю того, что вот нынешняя пандемия, дискуссия вокруг нее выпустит, немножко выпустит пар. Это первое. Второе, конечно же, она, к сожалению, не решит одну из крупнейших проблем, относившуюся к уровню угрозного возникновения, случайного возникновения войны, это качество элиты. Элиты используют, существующие элиты используют нынешнюю ситуацию, чтобы удержаться в городе. И, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, там, двух-трех лет, это им удастся. Третье замечание, конечно, мои предположения основываются на, вероятно, не совсем надежном прогнозе того, что нынешняя ситуация не приведет к масштабному обвальному экономическому кризису. То, что мы сейчас видим мировому, то, что мы сейчас видим, уже элиты, получив то, что они получают, потихонечку пытаются запустить новую экономику, перезапустить, запустить, чтобы этого кризиса не допустить. Получится у них это или не получится, я не знаю. Если не получится, то тогда мы будем иметь ситуацию через год-два гораздо худшую, чем мы имели за прошлом году, когда мы констатировали на остание угрозы возникновения непреднамеренного ядерного конфликта. Это благодаря серии факторов, которые мы описывали в докладе, я их повторять не буду. Доклад, с моей точки зрения, я его просмотрел. И спасибо всем вам, кто участвовал в его написании. Совершенно адекватен, я вам не изменил ничего, ну, кроме дополнений, связанных с изменениями ситуации, которые произошли за последние 3-4 месяца. А теперь о том, как выходить из этого кризиса, из этой ситуации, не знаю. Более того, я не берусь прогнозировать развитие ситуации, хотя обычно я довольно уверенно берусь за прогнозы, а сейчас не делаю этого, потому что действительно черный лебедь прилетел. Я вижу борющиеся тенденции, но не могу, но не исключено, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Она еще и, я имею в виду, политическая ситуация в крупнейших странах. Мы не знаем, что будет твориться на Ближнем Востоке, на севере Африки, где весьма вероятно, в высокой степени вероятности, произойдет жесткое социальное обострение. Ну и мы не знаем, что будет происходить даже и у нас. Поэтому я думаю, что наша дискуссия сейчас об укреплении стратегической стабильности и уменьшении угрозы войны имеет значение скорее для будущего, нежели для настоящего, потому что сейчас мы будем один вверх. И, может быть, последнее предварительное извлечание. А Дмитрий Вячеславович, как человек увлекающийся, яростно ненавидит ограничение вооружения. Я участвовал в этом с некоторыми с вами во всех этих дискуссиях в течение 30-40 лет последних и выработал известный скептицизм, который торжен в нашем докладе относительно его результатов и пользы. Но в процессе ограничения вооружения есть несколько негативных, есть несколько позитивных. Негативные, очевидно, это оправдание гонки вооружения, это милитаризация мышления и милитаризация видения друг друга, друг другу противоположных сторон, просто увлечение искусственными показателями. Более того, конечно, ограничение вооружений, в том виде, в котором он существовал, использовалось для оправдания. Но это все известно. Но я бы не стал списывать на будущее и для нашей работы перезапуск каких-то элементов ограничения вооружений, ядерных, не ядерных. В первую очередь для двух целей. Первая – это цель чисто политическая, психологическая. Когда там идут якобы какие-то переговоры, там какой-то вокруг них происходит хайд, но есть ощущение, что странно о чем-то говоря. Есть ощущение, что враждебность ненатальна. Поэтому какие-то перспективы, переговоры, видимо, могут быть полезны, тем более, что других инструментов явных, улучшения отношений между ведущими странами не существует. Именно поэтому за ограничение вооружений столь яростно цепляются европейцы, у которых просто никаких инструментов нет. Им ограничение вооружений нужно именно с этой точки зрения, чтобы создавать ощущение нормальности. Вообще говоря, ощущение нормальности – это не так плохо. Можно там подрезать руками и говорить, что все очень плохо, а все очень опасно. Но улучшение стратегической стабильности и уменьшение угрозы войны от потрясения воздуха не происходит. Ну и вторая часть, к которой, я думаю, надо нам интеллектуально готовиться, в том числе, возможно, и во время нашей сегодняшней конференции – это, возможно, попытка ограничения наиболее дестабилизирующих видов вооружений. То есть никаких переговоров, конечно, типа вот этих объявляющих, ОСВ, там, уже вряд ли будет. Понятно, что уже не будет, скорее всего, ничего по-паралу. Но думаю, что в какой-то момент можно будет подумать, чтобы ограничивать определенные виды вооружений, которые, а, мы считаем наиболее дестабилизирующими, которые вообще могут широко считаться наиболее дестабилизирующими, и в ТБ, чтобы ограничить число их развертываний. Вот зачем нам, мы гордимся вот этими замечательными, всеми нашими сверх-сверх-звуковыми ракетами, но совершенно очевидно, что если начнется гонка в этой области, не то, что мы и не выиграем, и там выиграть практически нельзя, все равно, но ситуация станет гораздо менее эффективной. Плюс к этому, естественно, у нас, если будет неограниченная, или там малоограниченная гонка вооружений в сфере подобного рода, я не указываю на какие-то условные ракеты, если будет неограниченная гонка вооружений в этой сфере, то у нас появятся мощные аргументы внутри страны, чтобы и мы там поучаствовали. Ведь, коллеги, ограничение вооружений было одним из, один из негативов ограничения вооружений вообще. гонки просто вооружений заключалось в том, что внутренние интересы использовали другую сторону для того, чтобы раскрутить свои собственные системы. Ну, классический пример, десятки этих классических примеров я вам могу привести, но помните, когда Рейган Блифуя предложил сои. Там вообще ничего не было, как мы знаем, просто вообще ничего не было, и нет почти что и до сих пор. Но, тем не менее, огромное количество людей, весьма, кстати говоря, хороших и патриотических в нашей стране, но движимые своими профессиональными интересами, ворвались в эту тему, раскрутили до немыслимых пределов, но и в результате посодействовали разорению нашей тогдашней державы. Поэтому, возможно, что очень ограниченное ограничение вооружений будет полезно, потому что, ну, условно, мы ограничиваем количество ракет гиперзвуковых в такой-то дальности и перекращаем их в производство, а наоборот, вкладываем деньги в гораздо более перспективные системы, развивая нашу науку, я думаю, что вот такой вариант ограничения вооружения, это один из вариантов, может оказаться выгодным. А то же самое, конечно, может касаться и противоспутникового оружия, потому что острепление друг друга в нынешней ситуации крайне опасно. Ну и, наконец, последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, я сижу в деревне, и замечательно, потрясающе, цветут яблони, и вдруг у меня вырубается электричество. Вы, многие из вас, естественно, это переживали. У нас начинается полный блокал. Не работает ничего, ни отопление, ни Wi-Fi, ни все системы жизнеобеспечения, вообще ничего. Это уже, это, при том, относительная деревня, конечно, я пошел, нарубил дров, задрабил печку, в общем, проблем, или, вернее, собрал дрова, которые я уже нарубил. Но вот надо уже думать не только о проблеме ограничения средств и кибервойны, которые, на самом деле, эти средства не менее дестабилизирующими, как мы знаем, но и вообще о совместной работе по укреплению живучести энергетических систем. Одно из, очень вероятно, что одно из потенциальных уязвимостей новых государств будут как раз их энергосистемы, а в ситуации, когда мы столь чудовищно зависим теперь от электричества. Я порылся, об этом немножко пишу, но это одна из тем, которые мы можем развивать в нашей дальнейшей совместной работе. Спасибо вам еще огромное. Мы продолжаем серию сит-анализов, просто мы ее прервали, потому что сит-анализы нельзя проводить в таком формате. Надеюсь, что мы их продолжим и до конца года парочку-троечку проведем, а где-нибудь через год, может быть, попробуем снова оценить то, что мы называем там стратегической стабильностью, военно-стратегической ситуацией, которая сейчас все больше включает в себя нетрадиционные факторы. Спасибо огромное. Очень рада вас всех видеть. Огромное спасибо, Сергей Александрович. Во-первых, спасибо за то, что вы упомянули наш прошлогодний доклад по стратегической стабильности. Я ссылку на этот доклад, на всякий случай, кину в общий чат, вы его видите. Во-вторых, могу сказать, что наш замысел абсолютно удался с провокационной постановкой вопроса, потому что даже Сергей Александрович выступил в защиту и в поддержку ограничения вооружения. Мне кажется, это уникальная ситуация, которая уже достойна какой-то новости, по крайней мере, фиксирует. Я бы подчеркнул три момента в том, что сказал Сергей Александрович, делая некие выводы для стратегической стабильности, которая, конечно же, характеризует угрозу большой войны, угрозу ядерной войны. Первое – это то, что Сергей Александрович много говорил, и даже большую часть своего выступления говорил о политических проблемах. И это абсолютно правильно, потому что первооснова угрозы войны на сегодняшний день носит политический характер. Конечно же, мы все знаем выражение о том, что если ружье висит на стене, то оно рано или поздно выстрелит, но выстрелит оно, если попадет в человеческие руки. То есть именно политические проблемы, международно-политические проблемы, состояние политической конфронтации на сегодняшний день – это первопричина угрозы войны, а военно-технологические факторы являются теми факторами, которые эту угрозу усугубляют. Второе – по поводу ограничения вооружений. Конечно же, их необходимо ограничивать, но другое дело, что как. Вот один пример – это то, что предлагают на сегодняшний день Соединенные Штаты, которые обуславливают продление договора СНВ-3 подключением к нему Китая. Понятное дело, что это неправильный путь, и скорее всего Соединенные Штаты занимают эту позицию для того, чтобы просто разрушить данный договор. Потому что, во-первых, бессмысленно ограничивать только стратегические ядерные вооружения, при том, что гонка вооружений идет в других областях. И, кстати, в киберсфере очень активно происходит как раз тестирование возможностей нанесения друг по другу ущерба. Во-вторых, сегодня непонятно, как считать. Традиционные режимы ограничения вооружения основывались на принципе паритет, на принципе примерной количественной сопоставимости. Сегодня ее нет. Ни в части ядерного оружия, если подключать Китай, ни в части вообще тех систем, которые носят дестабилизирующий характер. Поэтому мне кажется, что фокус должен переключаться с количественных ограничений по принципу паритета на выработку неких самоограничений, на выработку правил игры, правил поведения в военной сфере. И понятное дело, что вот, ну вы об этом упомянули, Сергей Александрович, что жестких, таких классических договоров типа ОСВ или СНВ уже больше не будет. А третье, мне кажется, очень важно, вы подчеркнули уязвимость энергосистем, это подчеркивает значимость киберсредств как вероятного инструмента нанесения первого удара, как в случае войны. И это опять-таки подчеркивает необходимость фокусирования нашего внимания тогда, когда мы говорим о стратегической стабильности, не на подсчете количества ядерных боеголовок, а на тех средствах, с помощью которых с наибольшей вероятностью мы начнем войну. Будь то преднамеренно или непреднамеренно. И может ли дальше, есть ли у нас способы эту войну деэскалировать и как-то остановить до того, как она перейдет на ядерный уровень. Еще раз, Сергей Александрович, большое спасибо. Я уверен, что будет активная дискуссия. А сейчас я хотел бы передать слово Александру Михайловичу Крамаренко. Александр Михайлович, прошу вас. Добрый день. Рад приветствовать всех коллег. Знаете, я не буду повторять тезисы своего выступления, которые как бы все с ними ознакомились, но мне кажется, вот главный момент, что касается собственности фокусировки, стабильности, как мы ее понимаем, он все-таки в том, что то, что мы унаследовали в области контроля вооружения от холодной войны, это все обнуляется, и все это, в принципе, было обречено в тот момент, когда холодная война закончилась. Просто продолжался как-то какое-то время однополярный момент, были иллюзии, непонимание того, с чем придется иметь дело, этой новой нормальностью, можно называть эту реальность по-разному. Но рано или поздно, собственно, в этом проблема того же НАТО, того же Евросоюза, при всех там благородных целях и побуждениях, ну, все имеет свой срок жизни. И если это не изнасиловь, то это может рухнуть просто в силу того, что изменился контекст. Ну, и если брать ту вот стратегическую стабильность, как мы ее понимали до сих пор, имея в виду, что это, то есть, все силовая политика, то я бы сказал, что, ну, мы возвращаемся, естественно, в эпоху до октября 1962 года, когда была заключена первая договоренность в области стратегических вооружений, когда мы убрали ракеты с Кубы, в обмен на то, что американцы со временем убрали свои ракеты с территории Турции. Но в чем, как бы, та реальность, которая воздействует на собственную стратегическую стабильность в ее силовом понимании? Это прежде всего то, что с модернизацией наших вооруженных сил, а это произошло в последние, ну, сколько там, 10 лет от силы, ну, после Мюнхенской конференции все серьезно началось, я видела, после Кавказского кризиса, она, ну, как бы, сделала невозможной не только, там, угрозу войны против России со стороны Америки, скажем, но и шантаж в отношении России, даже попытки измотать ее в гонки вооружений, которая приняла такой высокотехнологичный характер и в то же время малозатратный характер. Естественно, произошли кардинальные перемены в области обычных вооружений в Европе, то есть изменился сам характер войны, и тут, как бы, Россия оказалась вне конкуренции. Отсюда, ну, как бы, это обнуляет для американцев значение силовой составляющей, потому что никаких шансов им в ближайшие, там, 5-10 лет, ну, ничто не дает, какие бы условия они не предпринимали. Поэтому, ну, я просто проведу параллель, может быть, с ВТО. Вот, в ВТО вступил Китай, потом Россия. Ну, было ясно, что это конец ВТО, потому что американцам не нужны сильные державы, с которыми они должны вести разговор на равных, в рамках каких-то формализованных структур. Собственно, в этом смысл того, что делает Трамп. Он, как бы, форсирует деглобализацию, потому что ее основным рециплиентом, ну, и венефициаром явился Китай. И почему американцы должны использовать собственные ресурсы, там, инвестиции, в конце концов, собственный рынок, чтобы поднимать Китай, который никогда не будет дружественным. Он, как бы, мог быть дружественным, но если бы американцы согласились, вести с ним дела на равных, что пока исключено, поскольку в американских элитах, ну, там, как бы, очень сильно развелись определенные инстинкты, которые мешают им видеть мир таким, какой он есть. Тем более, таким, ту реальность, которая формируется сейчас. Поэтому, мне кажется, что, вот, что касается силового понимания стратегической стабильности, единственное, что американцев интересует в контактах с нами, это подключение к этому процессу китайцев, потому что им нужна ясность, им нужна возможность верификации, потому что особенность, вот, может быть, не только американского, но и западного мироощущения, поскольку оно чрезмерно рационализировано, они не могут спокойно жить в условиях неопределенности, понимаете? Нам как-то в этом легче. Вот Сергей Александрович говорил, что там можно нарубить дров, если отключить электричество, ну, пойти там наловить рыбы, в конце концов, ну, тища сейчас тоже, говорят, развелась. В принципе, вот нам с нашими пространствами легче было бы выживать в условиях нейтрализации системы критической инфраструктуры в рамках какой-то кибервойны. Ну, тут я бы добавил, что кибервойна, она давно ведется между Китаем и США. Китайцы себя там проявили, видимо, очень неплохо. Все признают, что они лидируют в области практического применения искусственного интеллекта, не только в рамках контроля за населением, идентификации личности и тому подобное, но и просто противостояние Америке на этом фронте. Другое дело, что это не является предметом особых каких-то публичных заявлений, хотя американцы постоянно китайцы в этом обвиняют. Поэтому, мне кажется, что вот изменился последние годы, ну, он задержался на старте, я говорю, в общем, 30 лет мы жили в каком-то мире переходном, там, можно называть это интерэдмом или что-то там еще, но сейчас все как бы кристаллизуется, все становится ясным, понятным, что американцы сворачивают свою империю в этом смыслу деглобализации, потому что они не хотят тянуть за собой других. Они хотят просто вырваться сами по себе, оторваться от этого бремени, тянуть за собой других. Потому что это стало невыгодно, они в корне переосмыслили ситуацию, в этом смысл вообще всей политики Трампа. Для американцев Китай – это новый карфаген, который должен быть разрушен. Он должен быть разрушен экономически, понимаете? Поэтому силовая составляющая, она как бы обрамляет, она создает какую-то часть общей картины американо-китайских отношений, но она уходит на периферию, как и в геополитике в целом. Сейчас, ну, я, мне кажется, что было бы верно сказать, что сейчас мир вступает в гонку развития. И коронавирус как раз и бился катализатором вот этой гонки развития. Когда все уходит в себя, все закрывают границы, все понимают, что должна быть самодостаточность в области фармацевтики, там, производства медоборудования и тому подобное. Там, когда рушатся производственные цепочки, вообще это одно, когда в области фармацевтики и медоборудования, это совсем другое, что огромные инвестиции, ну, например, как 17% ВВП в здравоохранение у американцев, они ничего не гарантируют. То есть тут вопрос вообще о милиционной готовности. Как ее понимать в новых условиях? Это там не блиндажи, не укрепления какие-то, защиты на случай ядерного удара. Это что-то совсем другое. То есть это о населении, о его здоровье. Ну, я не склонен преувеличивать значение коронавируса и его последствий для, ну, там, правительственной политики. Я согласен целиком с Сергеем Александровичем, что, да, элиты ухватились за это, и как-то чуть ли не хором вдруг, с радостью, ухватились за то, чтобы сменить тему разговора в отношении к собственным электоратам, из доверия к которому, у которого они вышли, и, естественно, хотят удержаться у власти, естественно, у них нет альтернатив, естественно, у них нет идей, естественно, у них проблемы с воображением. Все это понятно, и я с этим согласен. Но я бы все-таки считал нужным, и, может быть, это могло бы быть предметом ситуационных анализов, о которых говорил Сергей Александрович, и, может быть, было бы уместно оценить ситуацию как-то фундаментально год спустя. Все-таки вот в чем изменение картины мира, в чем, как бы, смысл силовой составляющей, стратегической стабильности, и не обрела ли она вот, ну, как бы, свое какое-то иное, качественно иное значение. Потому что, ну, там, где нет шансов, там нас перегнать в области, как бы, военных технологий, но американцы, естественно, будут это делать. Ну, понимаете, они, ну, они всегда исходили из того, что они будут, им не надо будет защищаться, скажем, в области обычных вооружений. Поэтому у них проблема с собранительными вооружениями. У нас, наоборот, мы всегда хотели защищаться. Я не думаю, что они думают, что мы с позицией, там, модернизированных вооруженных сил будем готовы вести где-то войны в Европе и тому подобное. Они в это не верят. И поэтому проблема, вот, стратегической стабильности, как она видится им, она просто ушла в политике Трампа, и, я бы сказал, в политике Америки вообще, куда-то на периферию. С этим просто надо смириться, это надо понять. Ну, я, мне так кажется. И попытаться разобраться, что, как бы, хотят наши основные геополитические конкуренты, будь то Америка или Китай, другие, может быть, державы. Но я думаю, что вот формулы стратегической стабильности, чего бы это ни касалось, в том числе, ну, прежде всего, конечно, и политических отношений, ну, и отношений торгово-экономических, как бы их ни разрушали американцы, все-таки это треугольная дипломатия вот между Россией, Америкой и Китаем. Потому что, ну, нет просто других таких стран, которым надо было бы между собой договариваться, чтобы мир не сотрясал. Ну, пока Трампу выгодно, чтобы мир сотрясался, чтобы все рушилось вокруг. Потому что, ну, со своим рынком у американцев больше шансов, чем у других, просто выжить и выйти на те конкурентные позиции в новой парадигме экономического развития, которая просто неизбежна в условиях, ну, вот грядущей технологической революции. Или вот, может быть, она уже началась, или мы только на заре, или мы только можем гадать, каковы ее будут последствия. Но американцы, как это ни странно, вот они поняли, и, может быть, мы им подсказали, что после империи существует жизнь, когда свернули свои империи, было это вынуждено, естественно, ближайшую, там, дальнюю империю, восточноевропейскую, что после этого есть жизнь. И что, в общем, жить можно неплохо, в принципе, если умело заниматься, собственными делами. Это именно то, что хотят сделать американцы. И вот значение, как бы, силового понимания стратегической стабильности в этом новом контексте, я думаю, оно должно стать предметом какого-то нашего особого внимания и фундаментального изучения. Спасибо. Огромное спасибо, Александр Михайлович, за ту широкую картину, фундаментальную, которую вы обрисовали. Вы также подчеркнули политическую первооснову проблемы стратегической стабильности. Спасибо за то, что ввели Китай в нашу дискуссию о факторе Китая. Я думаю, мы поговорим еще очень подробно, чуть позже. У нас есть Василий Борисович, который во многом, я думаю, будет говорить о Китае. А сейчас я хотел бы передать слово Андрею Баклицкому. Андрей, с одной стороны, очень яркий и тоже новаторский, мыслящий эксперт. С другой стороны, Андрей представляет как раз сообщество амсконтроллеров и нераспространенщиков в нашей дискуссии. Поэтому будет очень интересно послушать, что Андрей скажет по поводу стратегической стабильности. Прошу вас. Большое спасибо, Дима. Большое спасибо организаторам. Действительно, рад всех видеть. Это интересная и нужная тема, своевременная тема. Как мы видим, США не отпускают нас со своим видением статистической стабильности. Недавно было выступление новоназначенного представителя президента США по контролям с выражениями маршала Биллингсли, где он, собственно, высказывал американские взгляды на этот вопрос. Я думаю, все вы с ним были знакомы. Я сразу коротко прокомментирую заявление Димы о том, что большой стратегический удар ядерными силами это несуществующая угроза, которой не стоит уделять большое внимание. Теперь, как в свое время ответил один из молодых сотрудников министра обороны США Макнамары, одному из военных, генерал, я участвовал в таком же количестве ядерных войн, что и вы. Мы не знаем, какой будет ядерная война, если она будет. К счастью, их у нас особо не было. Как уже было сказано, как уже сказал, собственно, Сергей Александрович, абсолютно верно, контроль над вооружениями – это инструмент. Это инструмент, который может быть направлен на повышение управляемости противостоянием или конфликтом государства. Это один из инструментов. Он довольно важен, особенно когда речь идет про ядерное оружие. Но, во-первых, надо понимать, что это не единственный инструмент для повышения управляемости противостоянием. Во-вторых, что он может использоваться не только для этого. Он может использоваться для экономии денег, условно говоря. Он может использоваться для налаживания межгосударственных отношений, если у вас стоит такая задача. Он может использоваться для снижения вероятности незапланированного применения в случае ядерного оружия. Словно говоря, если вы уменьшаете количество боеголовок, можно сделать предположение, что вероятность, что одна из них будет использована незапланированно, она тоже снижается. С этим можно спорить, но, по крайней мере, такой подход есть. При этом часто бытует представление о каком-то золотом веке контроля над вооружениями, когда во времена Холодной войны все было хорошо с ним, а потом он начал распадаться после ее окончания. Но я бы сказал, что это упрощенный взгляд, потому что советско-американский контроль над вооружениями ядерный, он начал в 60-е, получил свой первый рассвет с разрядкой, когда заключили договор про невременное соглашение ОСВ. Но потом у нас был отказ. У нас был отказ США от ратификации ОСВ-2, у нас отказ от администрации Рейгана вообще от потолков, у нас был первый вообще перерыв в переговорах российско-американских, кризис евро-ракет. Затем у нас снова был короткий период успеха. Это был ДРСМД, СНВ-1, переговоры по СНВ-2. Потом снова провисание. У нас долго не ратифтировался ОСВ-2. Потом у нас редкое ухудшение при Джорджа Буше, выход из договора по ПРО, выход России из СНВ-2. И потом снова такой небольшой ренессанс при Барако Обаме. Поэтому нельзя вообще, если так посмотреть, найти этот золотой век. У нас есть несколько золотых островков, но в основном все время гонка вооружений между СССР и США вообще-то не прекращалась во большую часть время холодной войны. История двухстороннего контроля над вооружениями – это история постоянного кризиса системы контроля над вооружениями. Поэтому, может быть, это как раз то, что сейчас происходит, скорее норма, чем ненорма. Во многом это связано с тем, что подход, СССР держав своим ядерным арсеналом, к ядерным вопросам, никогда не исчерпывался стратегической стабильностью, о которой мы много говорим. Несмотря на то, что, казалось бы, оба государства должны быть заинтересованы в этой концепции, в дело постоянно вмешивался технический прогресс, когда появлялись новые виды вооружений и возникали вопросы, как бы их применить, что здесь можно развить, что здесь можно получить. Американцы постоянно должны были учитывать вопросы, как все это будет влиять на их европейских союзников. Они считали, что им нужно вот это превосходство в той или иной мере, чтобы показать, что они не уступают Советскому Союзу. И стратегическое ядерное оружие в Европе вообще имело свою собственную динамику, которая не всегда совпадала на стратегическом уровне. Так что, вообще, это довольно сложная картина, из которой можно делать самые разные выводы. Есть, конечно, примеры противостояния держав, ядерных в том числе, без контроля над вооружением. Здесь уже упоминался период между СССР и США, до условно 1972 года, но можно сказать, и, скажем, до Московского договора 1963 года, между Индией и Пакистаном происходит подобное. Сейчас, но лично мне бы не хотелось, чтобы российско-американские отношения находились на уровне, который сейчас находится между Индией и Пакистаном. В качестве примера можно также привести китайско-американское или советско-китайское сдерживание, тоже председащее, без всякого контроля над вооружением. И, собственно, даже без гонки вооружения, по крайней мере, со стороны Китая. Но, опять же, все время, когда Китай реально мог участвовать в какой-то гонке вооружений, для лимитирования, который понадобился бы контроль, он находился под сонтиком ДРСНД и СНВ и не находился в состоянии жесткого конфликта с Москвой Вашингтоном. Сейчас это изменилось, и посмотрим, куда это вообще приведет китайско-американские отношения. И явно не в сторону улучшения отношений, и, возможно, в результате такой гонки как раз появится интерес со стороны Китина с контролем над вооружениями и для решения конкретно вот этого вопроса. Кстати, я не считаю, что трехсторонний контроль над вооружением между Россией, США и Китаем это правильное направление движения по целому ряду причин. Для России и Китая трагические ядерные силы друг друга это не главная угроза, вообще не угроза на данном этапе. Мы особо ничего не выиграем от участия в подобных переговорах или в подобном треугольнике, а учитывая сильное китайское нежелание в этом участвовать, можем и кучу наши отношения с Китаем. Но я не соглашусь, что нам не нужен контроль над вооружением в целом. И уж точно нам нужен российско-американский контроль над вооружением. Вопросы дальнейших сокращений действительно на ближайшее время сняты в повестке дня, но сокращения никогда не были обязательно частью контроль над вооружением. В ОСВ-1 и 2 фактически не было никаких сокращений, было достаточно наращивание в это время. Поэтому особенно в стратегической сфере я бы не стал вписывать контроль над вооружениями в утиль. Паритет между Россией и США по стратегическим ядерным силам где-то последние 50 лет у нас имеется, плюс-минус. У нас всегда была симметрия в других направлениях, по обычным вооружениям, в той же Европе, по крылатым ракетам, скажем. Но стратегические силы были константой, и я не думаю, что та или другая сторона готовы от нее отказаться. И попытка изменить баланс как раз в этой сфере очень может быть, что приведут нас к конкуренту стратегических вооружений. Опять же, как уже отмечал Сергей Александрович, это будет иметь распад системы двустороннего контроля над вооружением, будет иметь чисто внутренние последствия, одних он уже упоминал. Я добавлю о том, что мы, например, как граждане Досии, вообще-то с исчезнением ДСНВ перестанем знать, сколько у нас вообще этого ядерного оружия есть. То, что мы знаем, какие-то цифры о количестве носителей и количестве боеголовок, это единственная причина это публикация остальных данных в рамках договора. Мы даже не сможем оценить, идет ли это гонка вооружения или не идет, если не будет разговора СНВ. То, что нам американцы будут рассказывать, мы сможем пересказать. Но там уж верите этому или нет. Так что, будь моя воля, я бы вообще предпочел бессрочное продление ДСНВ. И вот эта вот вся история с ограничением по срокам договора, возможно, не самая лучшая была идея. Если бы ДСНВ был бессрочным, хотя бы одной из политических угрозы у нас было меньше. При этом я, конечно, понимаю, что есть вероятность, что договор не будет продлен. В первую очередь, в случае переизбирания Донда Трампа в ноябре. И тогда действительно единственное, что нам останется, это многие элементы из-за того, что Сергей Александрович и Дмитрий что мы давали в своем докладе. Но это, в общем-то, будет не от хорошей жизни. И не потому, что мы приняли такое замечательное решение, потому что действительно больше ничего не будет у нас. Но и даже это не означает, что на этом мы поставим крест на контроль над вооружением. Или, по крайней мере, должны поставить крест. США могут быть не заинтересованы формальным контролем над вооружением с Россией, но могут быть заинтересованы в сохранении статус-кво со стратегическим силам, скажем, в рамках политических обязательств. Или США могут быть выдвинуть идею проведения дальнейших их-то переговоров и на время этих переговоров сохранение этого самого статуса-кво. И это могло бы стать таким компромисом между политическим руководством США, которое не хочет никаких ограничений, хочет всех победить, и профессиональной бюрократии, в первую очередь, Министерство обороны, которое понимает, что с этим могут быть большие проблемы, в том числе и для самих США. И в этом случае, на мой взгляд, даже политические договоренности о контроле над американским ядерным арсеналом были бы в интересах России. И в случае, если ДСНВ не будет продлен, но такие у нас договоренности будут, можно выступать с заявлениями, что мы не будем наращивать выше тополков ДСНВ, мы будем обмениваться данными, и дальше можно обсуждать далее уже верификацию. Если США окажутся не заинтересованы в ограничении своих возможностей и в любом виде в контрольном оборужении с Россией, что опять же нельзя исключать, это было бы логичным продолжением политики Америка в первую очередь, победе в соперничестве великих держав и так далее, тогда действительно возможности по продвижению повестки контрольными вооружениями окажутся минимальными, и тогда действительно нам придется сосредоточиться на снижении ядерной угрозы, на исключение незапланированного ядерного конфликта, и для этого у нас есть целый ряд инструментов уже существующих, можно разрабатывать новые, но опять же, не исключено, что через 4 года придет новая администрация в США, у которой будут новые взгляды, и которые будут снова заинтересованы в каком-то виде в ограничениях, в контроле над вооружениями, и в этой связи, мне кажется, важно сохранить всю инфраструктуру для возможности быстрого взвода к переговорам, реализации новых соглашений структуры, в том числе в составе министерства, обороны министерств, и страны дел, и продолжать контакты, придумывать, как это все может быть выглядеть с учетом меняющейся установки. Так что, на мой взгляд, контроле над вооружениями будет с нами еще на долгое время, и, по крайней мере, я не останусь без работы. Спасибо. Большое спасибо, Андрей, за столь аналитическое и точное, на самом деле, выступление. Действительно, вы правы, не стоит разрушать то, что есть сейчас. И, кстати говоря, на мой взгляд, опасность нынешнего демонтажа существующей системы соглашений заключается в том, что ничто не приходит, ей на замену, и мы разрушаем то, не создав какой-то новой архитектуры и нового понимания даже стратегической стабильности. Вы абсолютно правы также в том, что традиционно в период Холодной войны стратегическая стабильность не являлась синонимом сокращения ядерных вооружений. Вообще, фокус на сокращение ядерных вооружений появился впервые, если мне не изменяет память, в совместном заявлении СССР и США, как раз, которое так и называлось о сокращениях ядерных вооружений и укреплении стратегической стабильности от 1990 года. До этого фокуса именно на сокращение ядерных вооружений не было. Ну и также большое спасибо за то, что упомянули, что сложно говорить о многосторонней системе стратегической стабильности путем просто физического подключения третьих игроков, в том числе Китая, к существующим системам, к существующим договоренностям. Это невозможно, и вы правы, что это только ухудшит, например, российско-китайские отношения я считаю, что новая система стратегической принципиально гиблоприродной основывается, например, на серии двусторонних режимов, нежели чем на одном многостороннем режиме. Василий Борисович, наконец, мы уже несколько раз упомянули Китай. С одной стороны, без Китая нельзя, с другой стороны, с Китаем невозможно двигаться традиционным путем. Вот что делать и как вы, в принципе, оцениваете ситуацию со стратегической стабильностью. Да, огромное спасибо за эту возможность выступить. С моей точки зрения, Китай — это фактор, который, с одной стороны, на некоторое время сделает невозможным сохранение системы контроля над вооружениями или создание новой на замену ей, но в то же время это фактор, который влечет в среднесрочной уже перспективе крайнюю опасность дестабилизации всей системы, всех взаимоотношений между крупными державами и требует развернутого диалога, который, может быть, в отдаленном будущем мог бы нас привести к какой-то новой системе. Что мы имеем на данный момент? На данный момент общепризнано, что Китай находится в фазе довольно быстрого роста своих ядерных сил, есть американские оценки, оценки Министерства обороны США, еще прошлогоднее, что в течение десятилетия мы можем увидеть как минимум удвоение размеров китайских стратегических ядерных сил, численности китайских боеголовок. Скорее всего, это минимальная оценка. Мы знаем, что Китай является страной, которая синхронно развивает и серийно производит три семейства межконтинентальных баллистических ракет, тяжелые жидкостные, средние твердотопливные, имеющие шахтный и мобильный вариант, и легкие мобильные. Развивает морской компонент триады, имеет активную программу создания стратегической бомбардировочной авиации, и параллельно к этому имеет мощнейшие силы ракет средней дальности. Китай является третьей страной мира, создающей систему предупреждения о ракетном нападении, и одновременно он является одной из стран, достигших значительных успехов в развитии стратегической ПРО. Очень важно понимать, что все эти направления развития Китая в стратегической сфере являются следствием крайне долгосрочных установок. Даже если мы говорим о старом дореформенном Китае, у нас нет никаких оснований считать, что традиционная китайская риторика об отказе от гонки ядерных вооружений, минимальном сдерживании, когда-либо отражала их реальные намерения. На самом деле, те материалы о китайских программах и проектах 60-х, 70-х годов, которые есть, говорят об обратном. Китай 60-х, 70-х годов пытался реализовывать программу стратегической противоракетной обороны и реально вкладывал в нее средства. Китай 60-х, 70-х годов пытался реализовать несколько крупных проектов в сфере межконтинентальных баллистических ракет, имел довольно широкие амбиции в создании морского компонента ядерных сил. Все это было свернуто в определенный момент, но все программы, которые определяют облик китайских ядерных сил сейчас, были начаты еще незадолго до конца Холодной войны, то есть примерно в 86-м году. Все те типы ракет, которые поступают на вооружение сейчас, они были начаты тогда разработкой. И мы имеем дело с очень логичным последовательным политическим курсом, который направлен в конечном счете на выведение Китая на равный уровень с другими ведущими мировыми державами. Это вполне соответствует существующей китайской стратегической культуре, неприятию китайским руководством и китайским народом любых дискриминационных ограничений в отношении Китая. И, видимо, сейчас мы можем видеть активную реализацию этого курса, которая выражается в наращивании темпов серийного производства, развертывании новых систем оружия и увеличении производственных мощностей соответствующих предприятий. Это процесс, который легко подтверждается данными о численности работающих в производственных площадях и так далее. Разумеется, этот процесс делает невозможным дальнейшее участие в системе контроля над вооружениями в существующем виде прежде всего для США, поскольку мы исходим из того, что бюджетные и производственные возможности Китая очень велики, а намерения в целом непредсказуемы, мы не знаем, к какому облику своих ядерных сил они хотят прийти. американцы очевидно хотят иметь максимальную свободу рук, чтобы максимизировать свои сохраняющиеся пока что преимущества в технологиях, опыте, материальных запасах и гибко реагировать на то, что происходит. С этим связано и желание США выйти из ДРСМД и постепенный демонтаж всей существующей системы. на мой взгляд американцы в любом случае будут заинтересованы в том, чтобы демонтировать ее и решаемая ими сейчас задача это просто задача возложения политической ответственности за все произошедшее на Россию и на Китай. С этой точки зрения разумеется любые наши попытки привлечь Китай к системе контроля над вооружениями заведомо бесперспективны и будут иметь единственным исходом ухудшения российско-китайских отношений. Никакого другого результата у этого не будет. В то же время мы должны ясно понимать уровень опасности, который имеет место быть. Прежде всего меняется модель функционирования китайских стратегических ядерных сил. Вероятно останется в прошлом китайская практика, когда ядерные заряды все или большинство у китайцев хранились отдельно от средств доставки, уровень готовности был низким. Рано или поздно заработает в полной мере китайская система предупреждения о ракетном нападении. Мы помним, как много было ошибок и сбоев на ранних этапах функционирования аналогичных советских и американских систем, как это было опасно. Более того, между Китаем и США есть определенная асимметрия, большое количество мифов в отношении намерений и возможностей друг друга, которые могут быть очевидны узким специалистам, но вполне присутствуют на уровне политиков, принимающих решения. Это стереотипы китайцев, как людях, которые рано или поздно отступают, столкнувшись с жестким давлением, любимые рассуждения о низкой боеспособности НОАК, которая не имеет боевого опыта, как будто кто-то имеет релевантный боевой опыт с точки зрения гипотетического там американо-китайского конфликта на Тихом океане. В этой сфере боевого опыта нет ни у кого уже несколько поколений, а тот боевой опыт, которым гордятся американцы с бомблением стран Ближнего Востока, скорее всего, просто вреден. Лучше бы его вообще не было в этом случае. И так далее. То есть, это довольно опасная ситуация. Нынешний новый виток кризиса в американо-китайских отношениях, связанный с пандемией COVID-19, он ее еще больше усугубляет, сразу по нескольким причинам. это не только рост эмоциональности с обеих сторон. В прошлом были эпидемии, которые сопровождались гораздо более серьезными жертвами, но не имели стратегических последствий. Была эпидемия испанки, которая убила больше людей, чем Первая мировая, но на международные отношения повлияло мало. Здесь ситуация несколько другая. Эпидемия испанки, она убила большую часть своих жертв на периферии тогдашней мировой экономики в Китае и Индии. И те развитые страны, на которых она обрушилась, находились в завершающем этапе Первой мировой, с полностью отмобилизованными экономиками, системами управления. Даже для их общества эти сотни тысяч жертв в каждой стране это было продолжение жертв Первой мировой войны, которая к тому времени уже шла несколько лет. Здесь мы имеем другую ситуацию. Это удар во многом по существующей экономической модели, которая была связана с развитием транснациональных цепочек стоимости, гибкой логистики, минимизации складских запасов, информатизации, использование иностранной рабочей силы и так далее. И мы видим, что удар экономический и политический этой эпидемии асимметричный. Тут начинают играть роль отчасти те представления о государственной мощи, которые были характерны для первой половины XX века. Важная роль промышленности массовой, замкнутости производственных цепочек на своей территории, обеспеченности стратегическими ресурсами. и это осознается, судя по ряду публикаций китайцами и, видимо, американцами тоже. То есть тут возникает новая динамика между двумя странами, которая помножена на стремление обвинять друг друга с основаниями или без ощущения появляющихся возможностей. И мы можем стать свидетелями вполне возможно новых довольно опасных кризисов в ближайшие годы, которые могут быть связаны уже с имеющимися горячими точками, такими как Тайвань и Южно-Китайское море. И возможно как раз нащупывание каких-то вариантов диалога, хотя бы обозначение общих понятий, избавление друг друга от каких-то иллюзий относительно намерений, решимости, возможности партнера. Тут играло бы ключевую роль и возможно на это могли бы быть направлены наши усилия. Большое спасибо. Огромное спасибо Василий Борисович за столь интересное и яркое выступление. Вот я хотел бы вернуться к вопросу, который поставил Александр Михайлович Кармаренко о том, увеличилось ли, что произошло со стратегической стабильностью за последний год. Увеличилось ли или ослабло ли угроза ядерной войны. И с одной стороны Сергей Александрович говорил о том, что коронавирус как временно позволил выпустить партнера. Но с другой стороны мы видим, что отношения великих держав лучше за этот период совершенно не стали. Американо-китайская конфронтация усилилась и вышла на новый уровень. Российско-американская конфронтация ничуть не ослабла. Именно за прошедший год Соединенные Штаты произвели установку как раз ядерных боеголовок малой мощности на стратегические носители. Именно за этот год Соединенные Штаты обусловили продление ДСНВ-3 абсолютно невыполнимыми требованиями. Четко заявив, что либо подключение Китая и, кстати говоря, распространение этого договора на российское тактическое ядерное оружие или никакого продления и так далее. Мне кажется, что за последний год как раз угроза войны выросла, а не ослабла. Но это вопрос для дискуссии. Давайте мы к ней перейдем. Я вижу, что уже есть желающие либо выступить с ремаркой, либо задать вопрос. Да, вы, уважаемые друзья, либо поднимайте руку в Zoom, это можно сделать через вкладку участники, либо просто пишите в чате, что вы хотите задать вопрос. Я это все вижу и с большим удовольствием буду предоставлять вам слово. Сейчас, пожалуйста, Дмитрий Стефанович, прошу организатора включить ему микрофон, если это... Да, Дмитрий, прошу вас. Спасибо, спасибо за предоставленное слово. Очень интересное выступление всех докладчиков. Да, прощение, представляйтесь, потому что... А, извиняюсь, извиняюсь, да. Дмитрий Стефанович и ММОРАН. Вопрос к нескольким из докладчиков. Господин Караганов упомянул, что возможно ограничение некоторых вооружений особо дестабилизирующих. Здесь чем возникает вопрос, может ли он привести какие-то примеры именно того, что актуально сейчас, потому что классическим мнением о том, что очень дестабилизирующими являются тяжелые сухопутные межкосердентальные баллистические ракеты с большим количеством разделяющих главных частей, с этим мнением уже не согласен даже наш МИД, как видно из некоторых комментариев. Вот, что какие-то примеры, или возможно можно какие-то критерии сформулировать именно дестабилизирующие системы вооружения. Господин Баклицкий упомянул много моментов, связанных с динамикой внутриамериканской, в связи с чем возник вопрос, может быть стоит поискать какие-то форматы одностороннего контроля над вооружением, если позволите, который был бы более независим от того, что происходит в Вашингтоне. То есть, может быть нам, как, безусловно, ответственной мировой державе, осознающей свою ответственность за глобальный мир и безопасность, сформулировать какие-то принципы, то есть, какая информация раскрывается в одностороннем порядке, какие ограничения мы сами на себя накладываем, и предложить добровольно присоединиться к этому и другие страны. Как сейчас происходит, например, с обязательством о невыведении оружия в космос первыми. Понятно, там есть много вопросов, много нюансов, но тем не менее. И последний момент, мы много говорили, упоминали слово контроль над вооружениями ограничения, говорили о том, что Китаю это будет совершенно неинтересно, а вот здесь может быть коллеги, кто-нибудь из них, впервые, господин Кашин, но и остальные, скажут, как Китай отнесся бы к какому-то элементу прозрачности, даже не всеобъемлющей прозрачности своего стратегического ядерного арсенала, или, например, ракет средней меньшей дальности, а вот, например, если взять подводные лодки с байфическими ракетами, в частности, это тот элемент стратегических ядерных сил, который в том или ином виде присутствует у всех официальных пятиядерных держав, может быть, здесь можно что-то найти в области прозрачности, то есть, и каких-то ограничений, например, на количество лодок на боевом патрулировании, вот такие тезисы, такие мысли, которые хотелось бы поделиться и услышать мнение уважаемых топливных. Спасибо. Большое спасибо, Дмитрий, добавлю, что вы также являетесь очень известным экспертом ВАТФОР и экспертом РСНД, и мы все знаем вас по вашим ярким колонкам. Сергей Александрович, давайте начнем к вам. Какие вооружения вы считаете наиболее дестабилизирующими? Кстати говоря, вот в том докладе, о котором мы с самого начала говорили. Да, Сергей Александрович. Ответ совершенно спасибо вам большое. Спасибо за вопросы. Совершенно понятно, что стабилизирующие вооружения это русское оружие, а дестабилизирующие это всех остальных. Первый ответ, я снимаю, он очевиден, да? А дальше начинается расщепление волос. Совершенно понятно, что старые концепции и старые оценки неадекватны. Мне кажется, что в том числе и для нас будет важно определить некоторые критерии, которые я могу сейчас некоторый отблёт назвать. Ну, например, потрясающие глайдеры и потрясающие ракеты, ну, глайдеры гиперзвуковые, в смысле, теряющие боеголовки, потрясающие совершенно оружие, есть его немного. Оно преодолевает ПРО и делает ПРО, гонку в области ПРО и даже гонку обычных ядерных вооружений бессмысленной, поскольку оно лишает другую сторону даже теоретической способности получить преимущество. если таких вооружений будет очень много, то, естественно, у другой стороны появятся опасения в отношении эффективности, возможной эффективности первого ядерного удара, который вывел бы значительную часть или большую часть стратегического потенциала ответа на другой стороны. Поэтому условно я говорю совершенно не для 100 или 50 ракет с РГЧ с глайдерами хорошо, а 150 или 200 уже может быть плохо. Но это нужно совершенно точно определять. Системы ПРО мы естественно всегда называли чисто достабилизирующими в какой-то очень небольшом размере и развертывание они могут быть стабилизирующими и перехватывающими случайные пуски и успокаивающие общую стратегическую ситуацию. Совершенно понятно, что все системы ракет общей стратегических с выголовками пониженной высшенности являются дестабилизирующими. Это очевидно просто потому, что они хотя естественно военные вам скажут, что эти боеголовки тоже могут играть роль в сдерживании, поскольку они делают более убедительным удар в случае какого-то локального конфликта. Но в целом, конечно, я думаю, что эти системы точно являются по большей части дестабилизирующими. Поэтому это динамичная история. И вот если бы мы когда-то начали бы серьезный разговор, то я думаю, что arms control в том числе, если он когда-нибудь чернется, должен находиться на уровне обсуждений. Поэтому мы в нашем докладе, который мы готовили вместе с вами, предлагали такие концептуальные сначала разговоры о том, что такое многостороннее стратегическое стабилие, что такое экологическая стабильность в новых условиях, нужно сначала самим разобраться. Большое спасибо, Сергей Александрович. Но вот вы еще раз подтвердили на самом деле справедливость вашего тезиса о том, что все-таки некое ограничение вооружений полезно. И вот это касается в том числе и новейших стратегических систем, когда их малое или небольшое количество действительно и оказывает очень стабилизирующее значение, а неограниченное их наращивание напротив будет подрывать стабильность. Добавлю буквально одну фразу, мне кажется, что дестабилизирующими являются те вооружения, которые могут использоваться для контрсилового удара, которые могут выводить из строя стратегические системы другой стороны. Сюда относятся не только ядерные вооружения, но и неядерные вооружения высокоточного характера и даже киберсредства в той части, в которой они могут использоваться для разрушения или выведения из строя систем предупреждения ракетным нападения, систем командования и контроля и так далее и тому подобное. То есть, когда мы говорим о дестабилизирующих вооружениях, мне кажется, ошибочно будет останавливаться только на ядерном вооружениях. Андрей, к вам был тоже адресован добавление. Коллеги, вот нам, конечно же, нужно действительно мысли по-новому, в частности, Дмитрий Стиванович упомянул такую вообще принятую идею о том, что скрытность ядерных сил, Китай скрывает свои ядерные силы, является дестабилизирующим. Неа. Это в высшей степени стабилизирующий шаг, пока у вас их немного. Это там после насдерживание, которое позволяет экономить средства за счет того, что ваш потенциальный противник не знает сколько, как и что у вас. Другое дело, что потенциальный противник условный, ну или сосед в данной ситуации, естественно, называет все силы другой стороны дестабилизирующими, особенно, если он о них не знает. Так вот, я вас уверяю, что я знаю историю нашей, историю гонки вооружений чрезвычайно хорошо, когда-то занимался изучением истории, а то обстоятельство, что Советский Союз фантастически нашей открытой системой, эффективно скрывал количество наших вооружений, мы смогли обеспечивать эффективное ядерное сдерживание чуть ли не с 51-го года, когда у нас вообще почти ничего не было. Спасибо большое за это очень важное замечание, Сергей Александрович. Ну, коль скоро вы сами заговорили о Китае, давайте тогда мы сначала дадим слово Василию Кашину, который ответит на вопрос о том, готов ли Китай к прозрачности и вообще, что он думает по этому поводу, а затем мы вернемся к Андрею Баклицкому о возможности создания некой совокупности режимов по укреплению стратегической стабильности вообще без США. Василий Борисович. Да, большое спасибо. Китай пока что не будет, на мой взгляд, отходить от своей обычной позиции, что у нас настолько мало, что, в общем-то, говорить не о чем, и, на мой взгляд, для Китая прозрачность невыгодна именно в тех сферах, где у него будет происходить быстрый рост. Ракеты морского базирования и морской компонент стратегических ядерных сил это как раз такая сфера. Долгие годы у них было четыре атомных ракетных подводных лодки, недавно к ним добавилась пятая, но мы знаем, что начались относительно недавно испытания морской баллистической ракеты нового поколения, произведено расширение мощностей Бахайского судостроительного завода, который строит атомные подводные лодки и проектируется и, возможно, готовится строительство новых атомных ракетных подводных лодок типа 96. Китай имеет развитую инфраструктуру, то есть в отличие, например, от Франции или Великобритании, у него две полноценных базы для атомных подводных лодок боевых, там, помимо еще мест базирования при заводах, это Дзянгаджуан и Юйлин, и, очевидно, там имеют место далеко идущие планы. Но, где Китай, возможно, мог бы хотя бы начать говорить раскрывать какие-то планы и идти на меры доверия, возможно, это вопросы, связанные с ядерным компонентом его сил ракет средней дальности в обмен на какие-то уступки, касающиеся американских неразмещения, допустим, каких-то видов американских вооружений в Азии. То есть угроза есть, американские ракеты средней дальности рано или поздно могут появиться в регионе, действительно проблемой для всех является то, что у китайцев ядерные и неядерные ракеты средней дальности сведены в одни и те же ракетные базы и перемешаны по сути между собой. Может быть, можно было какие-то продумать взаимные меры по раскрытию информации между Китаем и США, которые позволили бы в обмен американскую прозрачность в каких-то вопросах, может быть, касающихся размещения сил на Гуаме или каких-то еще обеспечить китайскую и немножко заложить первый камень в фундамент, может быть, немножко снизить вероятность непредсказуемого развития событий, хотя это, конечно, будет очень сложно и для этого потребуется всем принять тот факт, что китайцы видят неядерные ракеты средней дальности важнейшим элементом своей военной мощи и никогда не будут их ограничивать и сокращать. Большое спасибо, Василий Борисович. Андрей. Спасибо, Дмитрий, за вопрос про раскрытие в одностороннем порядке. Я думаю, это правильно, если мы окажемся в ситуации, когда действительно в США заявят, что они не заинтересованы ни в каком виде контрольных вооружения над Россией, потому что если они в каком-то виде заинтересованы, все-таки лучше кооперативный контроль над вооружениями, что мы могли, наверное, что нам стоит сделать, это заявить, что Россия не будет поверевышать потолки ДСНВ, если США не сделают то же самое. Это будет в общем-то традиционной нашей линии, то, что мы сделали по ДРСНВ, скажем, и по другие примеры, действительно, как с неразмещением оружия в космосе, и это, по-моему, было бы хорошим ходом, но вот в плане прозрачности, насколько я понимаю, и, собственно, я согласен с Василием, не только Китай, но и для России трансферентность традиционно рассматривается как что-то, что вы не готовы раскрывать, не получая ничего взамен. Трансферентность это важный фактор для вас, и почему вы должны от него отказываться, просто так, в том числе в связи с симметрией информации, потому что Россия получает больше информации от США, чем США от России из открытых источников, в частности по причине организации парламентского процесса в США, где очень много информации можно получить просто из докладов, отчетов, Конгресса и так далее и тому подобное, из публикуемых данных, это немного тоже меняется при администрации Трампа, но все-таки, поэтому политические заявления, скажем, о ненаращивании сил, да, в плане раскрытия информацию, особо. Большое спасибо, у нас еще есть немножко времени для еще одной сессии, для еще одного раунда вопросов и ответов, вот мне в личном сообщении Николай Новик написал, что у него есть вопрос, Николай, здесь с нами? Ну, видимо, видимо, Николай, Сергей Радченко тоже поднимал руку. Здесь, здесь коллеги, я здесь. Да, Николай, да, прошу. Уважаемые коллеги, спасибо за столь прекрасное выступление, интересную информативную повестку. Собственно, у меня вопрос к Андрею, я как организатор и вообще основатель сессии, спасибо за такую честь. Андрей, у меня к вам вопрос по поводу, вот как, знаю, что вы были в Америке, в США, в Штатах, общались с разными научными представителями, и вот в этой связи у меня вопрос, как вот внутриакадемической среды, именно не политического эстеблишмента, какие там мысли по поводу вообще сдерживания, продления, не продления договоров, ну, и по поводу стратегической стабильности в отношении России, именно вот в колуарах, если возможно. Американское экспертное сообщество очень большое, очень сложное, в нем очень много людей с самыми различными взглядами, так получилось, что экспертное сообщество в плане именно контроля над вооружениями ядерных вопросов, очень большая часть него демократы, которые оказались отрезаны от текущей администрации Адональда Трампа, и более того, часть из республиканского сообщества тоже оказалась отрезанной, потому что они были, вот скажем, подписали Never Trump Letters в тое время и тоже выпали из этого всего. Это, с одной стороны, приводит к тому, что, в общем-то, сама администрация Адональда Трампа очень сильно не заполнена и наполовину постов нет вообще никаких людей и там ИО или вообще никого нет. С другой стороны, что вот все эти мнения американского экспертного сообщества как никогда не имеют никакого отношения к практической политике. Поэтому можно очень много разговаривать с людьми в куларах, но на практике это все их личные рассуждения и их личные мысли. Есть часть американского экспертного сообщества, которое занимается именно военными вещами, которые связаны с американскими военными институтами, и в этом плане они, наверное, более релевантны для того, чтобы посмотреть, что вообще американцы их в куларах не двигаются. И в частности, был очень хороший доклад у CNA Corporation, это как ренд, только Naval, но они общество занимаются примерно всем чем угодно. Год назад был доклад у них Arms Control Without Arms Control Treaties, контроль над вооружением без договоров по контролю над вооружениями. Очень интересный всеобъемлющий документ, его автор был Винс Мансо, на тот момент сотрудник CNA, сейчас он вернулся в Госдепартамент, он был в Минобороны, теперь Госдепартамент снова. И там как раз очень много рассматривается вариантов того, чем бы мы могли заняться, если не будет продвления ДСНВ, какие возможны именно политические варианты, чем бы мы могли все-таки заниматься, и это, наверное, отчасти делает меня, может быть, чуть более оптимистичным в плане того, что может быть разрыв между вот этим политическим верхним уровнем, что контроль над вооружением не нужно, окринчивать Америку не нужно, America First и так далее, а с другой стороны, что все равно все как-то привыкли к тому, что есть какая-то стабильность, более-менее предсказуемость, и на техническом уровне можно будет что-то из этого реализовать. Но в случае, если у нас будет победа Джозефа Байдена, или если что-то пойдет совсем уж странно от кого-то другого демократического кандидата, тогда, конечно, те все демократы, которые сейчас нерелевантны, они получат позицию в госпортаменте, и они значительно более артемистично устроены в отношении контрольных сооружениями, считают, что нужно продолжать. Но, опять же, там есть разные люди. Например, есть такой Майк Карпентер, который советник Джо Байдена давней традиционной внешней политики. Он занимает несколько неорадоксальные позиции. Например, он противник договора о открытом небе, и он, в принципе, очень так степически относится к России во всех направлениях. Поэтому, даже в случае прихода демократов к власти, надо будет смотреть, кто именно получит какие позиции, кто будет отвечать за какие направления. Но, конечно, если придут демократы, оптимизм у меня значительно больше, если будет перейти на трампу. Большое спасибо, Андрей. Действительно, здесь нет, мне кажется, простого решения. Не стоит рассматривать возможную победу Байдена как такую панацею, которая позволила бы спасти стратегическую стабильность. Опять-таки, я акцентирую на то, что необходимо говорить о стратегической стабильности, нежели чем контроле над вооружениями в первую очередь, поскольку с одной стороны у демократов огромные претензии к России и недоверия, с другой стороны они, многие из них являются традиционалистами. И вместо того, чтобы адаптировать систему архитектуру поддержания стратегической стабильности к новым условиям, они будут заниматься укреплением старого, того, что, как в своем первом выступлении сказал Александр Крамаренко, было обречено на смерть сразу после окончания Холодной войны. Сергей Радченко, вы несколько раз поднимали руку, вы хотите высказаться или задать вопрос? Я, в общем-то, руку не поднимал, и я не знаю, насколько время позволяет. У меня были некоторые комментарии, но если время позволяет, я хотел бы, конечно, озвучить их. Да, пожалуйста, мы можем на 5-10 минут задержаться. Прошу вас. Хорошо, я, во-первых, хотел поблагодарить сначала всех выступающих, это было очень интересно. Я хотел бы солидизироваться, извините, у меня просто, я давно не говорил по-русски, поэтому у меня с моим выступлением на русском всегда какие-то проблемы. Но я хотел бы высказать свою солидарность в оценке, в оценках, вот то, что сейчас сказал Андрей по поводу экспозиции экспертов США в отношении вообще России, Китая, в отношении роли США в мире. Я думаю, что там полный разброд мнений. Нельзя сказать, вот я в этом отношении не согласен с Александром Михайловичем, который сказал, что вот американцы начинают понимать, что империя разваливается, что они уже тут только и думают о том, о чем думали в Советском Союзе в тот момент, когда он разваливался. Я думаю, этого совершенно нет сейчас, хотя есть, конечно, маргинальные некоторые позиции в том плане, что да, Америка сейчас занимает слишком, слишком, так сказать, оверэкстендед во всем мире, поэтому надо оттуда уйти. Но это до сих пор, в настоящее время это все-таки маргинальные позиции, как мне кажется. Основная позиция блоба, то, что называется вот это общее экспертное сообщество, все-таки заключается в том, что Америка должна сохранять свои позиции в мире, продолжать поддержку НАТО, включаться в соперниче с Китаем и так далее. Поэтому я вот хотел в этом отношении поспорить с Александром Михайловичем. Во-вторых, у меня есть вопрос Василию Кашину в отношении позиции Китая. Много говорят о том, что китайцы усвоили уроки развала СССР, говорят о том, что они там изучают историю Советского Союза и так далее. Как Вы думаете, насколько китайцы воспринимают историю соперничества в области стратегических вооружений между СССР и США и насколько они усвоили уроки этого соперничества? Понимают ли китайцы, насколько это может обременить экономику? И если да, то почему они, как Вы говорите, сейчас собираются наращивать свои стратегические вооружения? Спасибо. Большое спасибо, Сергей, за очень интересное замечание и вопрос. Перед тем, как дам слово Василию Борисовичу, могу сказать, что консенсуса нет не только в Соединенных Штатах. В России ведь тоже ситуация настолько резко, быстро меняется, что в России тоже нет абсолютно никакого консенсуса по поводу вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями. У нас тоже есть несколько школ мысли. Есть традиционалистская школа мысли. Одним из ярких представителей является Алексей Арбатов, которые говорят, что вот надо продолжать все, как оно было в период Холодной войны и сразу после ее завершения. Традиционный контроль над вооружениями, только ядерное оружие, только двустороннее российско-американское сокращение ядерного оружия и все. Есть люди, которые близки по своим взглядам Джону Болтону в России, которые считают никакого контроля над вооружениями, никакой транспарентности. Мы добились успехов в вооружениях сверхзвукового характера и замечательно, и не нужно никакие соглашения ни двустороннего, ни многостороннего характера. Есть третья группа, которую представляем, например, представляет Сергей Александрович, я, некоторые другие наши коллеги о том, что не стоит полностью разрушать архитектуру контроля над вооружениями, а ее необходимо переосмыслить и адаптировать к тем военно-стратегическим и геополитическим условиям, которые существуют на сегодняшний день в мире и будут существовать завтра. И сказать о том, какая из этих групп перевешивает и доминирует на сегодняшний день в России невозможно, то есть тоже продолжается, можно сказать, разброд и шатанье. И обсуждение нашего прошлогоднего доклада по многосторонней стратегической стабильности является тому наглядным подтверждением. Василий Борисович, прошу вас. Да, большое спасибо за вопрос. Китай действительно является очень таким тщательным учеником, тщательно изучал советский опыт, но в то же время следует отметить, что на данный момент этот опыт имеет ограниченную применимость. В сравнении с холодной войной мы имеем ситуацию, когда доля военных расходов в валовом внутреннем продукте всех основных игроков меньше, причем меньше резко. У Соединенных Штатов военные расходы на протяжении холодной войны колебались в диапазоне от 5 до 10 процентов ВВП, сейчас они как бы менее 4. Насколько мы знаем, это расчетные, насколько я понимаю, данные, у Китая в период активного участия в холодной войне военные расходы могли находиться где-то на уровне 6 процентов ВВП, сейчас они менее 2. и есть важнейшим экономическим элементом является еще и разная структура военных расходов. Если мы взглянем на военные расходы США, то мы увидим, что единственный их наибольший компонент это обеспечение деятельности войск, связанное главным образом с обеспечением их деятельности за пределами Соединенных Штатов, гигантской сети баз. США тратят только 20%, примерно чуть больше 20% военного бюджета на серийные закупки военной техники и где-то 12-13% на неокр. Если мы имеем дело с Китаем, то Китай, имея меньшую долю военных расходов ВВП, тратит 40%, то есть вдвое больше, чем у США, военного бюджета только на закупки серийных вооружений, он не раскрывает свои расходы на неокр, но, судя по всему, мы имеем дело примерно в такую же ситуацию, как в России, когда около 50%, у них, скорее всего, больше процентов тратится на развитие. Таким образом, нынешнее соотношение может считаться выгодным для Китая. Если вы смотрите на паритет покупательной способности доллар-юань, учитывайте, какая доля реально тратится в одной стране на развитие и в другой, и какой потенциал роста этих показателей у Китая и США, то легко увидеть, что если Китай не ввяжется в такую же, как у американцев, гонку наращивания своего присутствия по всему миру, пока признаков этого нет, у них пока только одна база в ключевом районе, то он имеет довольно реальные шансы вырваться в этом соревновании вперед, если не с технологических, то по крайней мере с экономических показателей, то есть ситуация не очень плохая, при этом ясно, что они жестко следят за долей военных расходов, и мы видим, что годовые цифры прироста военных расходов, они имеют определенное соотношение с темпами роста ВВП и индексом цен производителей, то есть там как бы когда у вас год с низким ростом низкой инфляцией, то военный бюджет собственно тоже там как бы обычно мало растет, то есть я думаю, что они внимательно, кстати говоря, как и современная Россия, они в общем-то довольно болезненно относятся к этой теме военного перенапряжения, и вот этот советский пример над ними висит, но пока что у них положение в общем-то в чем-то и повыгоднее, чем у Соединенных Штатов, пока они не влезли в какую-то заморскую историю затрат. Спасибо большое. Сергей Александрович, вы просили слово. Только включите микрофон, пожалуйста, Сергей Александрович. Сергей Александрович, включите микрофон. Два замечания. Я знаю, что китайцы изучают наш опыт, но в принципе наш опыт не применит. Советский Союз тратил на внешнюю политику и вооружение, что не знает сколько, я думаю, процентов 40 вен, учитывая субсидирование восточной Европы, стран, строительство баз, то, что у нас вообще была военная экономика. Вообще. У нас не производилась почти никакой гражданской продукции, если мы внимательно посмотрим. Поэтому этот опыт они изучили и они к нему относятся с интересом, но вряд ли он применим. А вторая часть заключается в том, что мы до сих пор думаем в категориях старой гонки вооружения, когда она была сильно дорогостоящей. Она сильно вооружение относительно сильно подешевели, и поэтому я думаю, что в Китае если он захочет, может просто начать штамповать все, что ему угодно. Другое дело, что ему это, наверное, не нужно, или может быть он уже в рамках концепции ambiguous deterrence уже что-то настроил. Это сейчас вот эта часть соревнования становится все менее эффективной. Американцы тратят на гонку на вооружение чудовищные совершенно суммы, приближающие к триллиону первую, ну, как мы знаем их структуру, в первую очередь потому, что у них огромные обязательства. А не потому, что они ведут какую-то там сверхгонку вооружений, которую они тоже могут, конечно, вести, но они могут себе позволить настроить каких-то новых ракет, но они не дают никакого статологического преимущества. Поэтому старое мышление, мне кажется, даже в этой сфере, хотя она доминирует в популярной литературе и прессе, тоже устарело. нам нужно все почти переосмысливать и голова пухнет. Спасибо огромное, Сергей Александрович. Вот действительно ключевая вещь, которая красной нитью проходит через несколько наших даже сессий круглых столов и обсуждений, что мы не успеваем интеллектуально, методологически, терминологически за теми изменениями, которые происходят. Кстати, темп этих изменений в условиях коронавируса только резко ускоряется. У нас еще есть желающий задать вопрос, давайте, это будет последний вопрос, поскольку мы уже на 13 минут дольше изначально запланированного времени беседуем, но очень интересная беседа. Лев Сокольщик, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований. Здравствуйте, уважаемые коллеги, большое спасибо за великолепные выступления, очень интересные дискуссии и за возможность задать вопрос. Сегодня мы много говорили и дискутировали на тему взаимоотношения России, США и Китая в сфере стратегических вооружений, но я хотел бы адресовать свой вопрос Александру Крамаренко и сформулировать его следующим образом. Вы в своем выступлении сказали, что США постепенно сворачивают свою империю и уходят, так сказать, в себя, уходят от решения международных вопросов, концентрируясь на своих собственных интересах. В связи с этим часто звучат от политического эстеблишмента и от существующей администрации высказывания о том, что Европа должна сама заботиться о своей безопасности. В связи с этим скажите, пожалуйста, каково ваше мнение о роли Европы в возможной будущей архитектуре безопасности и стратегической стабильности? Спасибо. Большое спасибо, Лев. Александр Михайлович, прошу вас. Я бы вот что сказал. Я думаю, что Европа особой роли не будет играть в стратегической стабильности, пока ее роль отрицательная, поскольку она является территорией передового базирования американских стратегических сил, прежде всего ядерных, конечно. Я думаю, что Европа в этом плане как бы она не в счет. И реанс североатлантического долго не протянет. Но я вот что хотел сказать, воспользовавшись этим вопросом, который адресован к нам. Здесь прозвучало, что американское экспертное сообщество, конечно, оно очень политизированное в части стабильности, что оно отключено от принятия политических решений администрации Трампа. Да, Трамп, Стивен Беннон, они могут быть и звучать радикально, но именно их взгляды являются как бы основой для тех политических решений, которые принимает администрация. И другой момент, я просто предложил бы всем задуматься, раз все согласны с тем, что надо переосмысливать всю реальность, не только стратегической стабильности, но и всего того, что происходит в мировом развитии, просто задуматься над тем, что была военно-политическая зависимость между США и СССР. И она привела к разрядке. Но вот мы сейчас наблюдаем другую взаимозависимость торгово-экономическую между США и Китаем. И тут вопрос как раз не о разрядке, а то, что Карфаген должен быть разрушен. Администрация Трампа делает все разрушить. То есть это как бы и там и там взаимозависимость, но с совершенно противоположными последствиями. И я думаю, там, где можно разрушать, американцы будут разрушать и это их любимое занятие. Спасибо. Большое спасибо, Александр Михайлович. Есть ли у докладчиков, у сегодняшних спикеров какие-то итоговые замечания, хотят ли они что-то сказать в заключении нашей сессии. Если нет, то огромное всем спасибо. Это была очень интересная дискуссия. Могу сказать, что мы сегодня собрали примерно в полтора-два раза больше участников, чем в среднем присутствуют на сессиях апрельской конференции. Тема неисчерпаема и мы действительно будем продолжать наши аналитические работы и исследования по вопросам стратегической стабильности. Большое спасибо всем зрителям, всем участникам этой сессии. Огромное спасибо всем спикерам и хорошего дня. Да, запись будет выложена в канале YouTube апрельской конференции Вышки. Да, все верно. Спасибо, коллеги. Я от своего лица также благодарю всех участников и слушателей. Спасибо за прекрасные доклады и живую дискуссию. Сегодня вечером у нас пройдет еще одна интересная сессия по санкциям и торговым войнам. Рабочий язык английский, потому что будут принимать участие российские эксперты, зарубежные эксперты. Если вы заинтересованы в участие, пожалуйста, ставьте свой имейл в чате и я скину вам приглашение. Начало в пять вечера сегодня. Всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. До свидания. коллеги. Пока.